Добрый день, у микрофона Владимир Сметалин. Особое мнение сегодня мы услышим депутата Кировской городской думы, председателя постоянной комиссии Гурдумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии, безопасности, жизнедеятельности. Денис Ерохин, я имею в виду. Денис, добрый день. Добрый день. Давайте сразу же начнем с темы до выборов. 9 сентября в Кировскую городскую думу, до выбора по 12 и 16 округам, всего лишь два депутатских кресла. И вот буквально новость, читаю я, появившаяся пару часов назад, претензии возникли к одному из кандидатов, это Альберт Бекалюк. Выяснилось, что он, ну он идет на выборы от справедливой России, но вдруг выяснилось, что он не вышел из партии «Единая Россия». Это нарушение, серьезное нарушение. Вот перед началом нашей беседы вы сказали, что буквально с минуты на минуту по этому вопросу были заседания, да? Да. Расскажите по-другому. Досколько я знаю, в 13.30 у него точнется судебное заседание. Претензия «Единой России» в том, что якобы он состоит до сих пор в членах «Единой России», является членом «Единой России». Соответственно, его не могла выдвигать другая партия. Но, досколько я знаю, Альберта Александровича там после выхода из «Единой России», что было... То есть вы уверяете, что он выходил? Нет, он выходил однозначно. Мы здесь у вас и в студии были с ним. Он после выхода в «Единой России» был в президиуме партии «Правое дело». Он представлял правое дело на выборы в Государственную Думу. То есть он такой был активным членом правого дела. Но, видимо, «Единая Россия» настолько он для них важен, что они простили ему все это. И до сих пор он оставался, несмотря на то, что он был в президиуме другой партии и критиковал, в том числе «Единую Россию», он остался членом «Единой России». Парадоксально ещё в этой ситуации и то, что подал на него заявление в суд кандидат от «Коммунистов России», ну, на мой взгляд, это... Это Сергей Содомников? Нет, по-моему, там другая фамилия. Сейчас, подождите, «Коммунисты...» Андрей Фомянович? Да, Андрей Фомянович. Андрей Фомянович, из 16 округа, один из президентов, да? Да, вот он подал на него заявление. Значит, он обратился в «Единую Россию», там, не помню, 15-го числа, по-моему, «Единая Россия» ему 15-го же числа предоставляет справку о том, что Бекалюк является членом «Единой России» и указывает даже номер его партбилета. Я считаю, что с такой скоростью, мне кажется, все областные, городские чиновники, надо позавидовать, как у нас даются ответы. То есть вы считаете, что это неспроста, так быстро сработает? Ну, такого чудес не бывает, и прямо вот что день в день дают, как, ну, предположим, самооппозиционному кандидату, ну, «Коммунисты России», на мой взгляд, такими не являются. Значит, дают справку прямо же в этот же день. Ну, на мой взгляд, это минимум, как бы, ну, минимум надо задуматься для суда, да. То есть я считаю, что по такой схеме можно снять абсолютно всех кандидатов, даже если человек никогда... То есть, на ваш взгляд, это, простите, не простая какая-то предвыборная борьба, а очень какой-то такой четкий интерес? Ну, конечно, Бекалюк, безусловно, является сильным кандидатом, то есть он дважды был депутатом городской думы, он достаточно грамотный в плане финансов, я думаю, что он, достаточно у него твердое свое мнение по многим вопросам. То есть я считаю, что понятно, что у него шансы велики, и поэтому снять неугодных кандидатов, ну, это самое простое. Неугодных? Неугодных для... Кому? Неугодных, ну, другим кандидатам, но я понимаю, когда действительно есть нарушения, когда снимаются там за какие-то явные нарушения, но когда вот то, чего есть, то есть если мы поднимем все СМИ, мы там увидим кучу высказываний, там, Бекалюка от, там, партии, право, дело, там, еще по каким-то вопросам, то есть поднять ваше же то, что здесь... Программы. Да, программы, мы же это все прекрасно увидим. Я считаю, что таким способом, в принципе, другим партиям надо взять на вооружение, потому что, ну, так можно, в принципе, любого кандидата снимать, просто идет человек, даже если он никогда не состоял в жизни ни в какой партии, можно давать такую же справку, например, да, что он состоял в партии. И самое смешное, что защититься у человека от этой справки, ну, получается, вариантов нет, потому что, вот, как у Бекалюка получилось, что у него есть справка с печатью Единой России, с номером партбилета, ну, дальше... Подождите, вы говорите о том, что вообще на любого человека можно? Ну, на любого, получается, можно, если, то есть он должен хранить заявление, ну, нет, вот, как этому можно противостоять? Я, честно говоря, очень надеюсь, что суд в этом разберется и подскажет нам, как говорится, прививку от этой защиты, как это можно сделать, что для этого нужно. Но, честно говоря, если суд примет во внимание только справку от партии, неважно, там, от Единой России, от любой другой бы это была партия, что он состоял, к примеру, там, в КПРФ или еще где-то, там, в ОДПР, то, получается, у человека защититься-то шансов нет. Вы справку-то видели? Да, я видел. Там что написано? Состоялось такого-то, по-такому-то? Там написано, что Бекалюк состоит с 2005 года, является членом партии, номер партбилета такой-то. Что подразумевает, что он до сих пор является? Что он до сих пор является, да, что он является все это время на протяжении... То есть он в это время был... Но он выходил официально? Конечно, его бы не приняли в другую партию и без этого заявления. То есть это невозможно. Двое членство у нас, извините. Да, как и многоженство, так и двое членство невозможно. Поэтому, как бы, я считаю, что защититься от этого очень сложно, если суд будет исходить только из справки. Но хотя, я говорю, что при вступлении в другую партию, это обязательно, он должен подтвердить, что он вышел из этого. Тем более, ну, Бекалюк, это, ну, надо понимать, что рядовой член партии, это был и депутат, и достаточно известный, и грамотный. Ну и ваш прогноз, чем завершится вот это разбирательство, которое начнется через 15 минут? Да, все-таки, что суд, учитывая, что сейчас в суде меняется и руководство, что будут приниматься какие-то взвешенные, обоснованные решения. Но я хочу верить, что все-таки они разберутся в этом, примут все доказательства. Ну, а дальше будем смотреть, предположить решение суда, это как гадание на кофейной глющике. Ну, а в целом, вот эти довыборы 9 сентября, оценивайте, как их значимость по 12 округу. Я смотрю, 5 претендентов, по 16 округу 6 претендентов, и все это на 2 кресла, на всего лишь на 2 места. Вы знаете, если... Это что-то рядовое такое, заурядное? Я думаю, что это рядовое, но если это будут действительно эти 2 человека активные, с какой-то позиции, которые будут оставить интересы горожан, активно участвовать, так скажем, в работе Кировской городской думы, в комиссии, то это, конечно, будет большой-большой плюс. Если это просто изберут таких случайно пассивных людей, которые избрались, и их там 5 лет избирателей не видят, ну, наверное, смысла в этом не имеет никакого. А участие сына Олега Дренича, Валенчука, Валенчука-младшего, как оцениваете? Что это? Я понимаю, что это право каждого человека, совершеннолетнего пойти попытаться стать депутатом? Я считаю, что это настолько непонятная для меня история, что единственное, может быть, для записи резюме... А вот зачем 25-летнему молодому человеку идти в городской парламент? Ну, то есть, это надо, наверное, у него спрашивать, зачем ему идти в парламент, пусть он попробовал снять на бизнес. Хорошо, это Денис Ерохин, законодатель Кировской городской думы. У нас сейчас будет небольшая пауза, мы вернемся через полминуты. Участвовать, вернее, задавать вопросы гостю особого мнения вы тоже имеете полное право. С сайта хакирова.ру есть специальная форма. Пожалуйста, заходите туда, если есть возможность, вставляйте свой вопрос. Но еще раз напоминаю, что затем, ближе к вечеру, особое мнение в записи появляется на сайте хакирова.ру. Аудиоверсия, видеоверсия, а также чуть позже еще и мы расшифровываем особое, то есть текстовый вариант. Пожалуйста, заходите, читайте, смотрите, слушайте. Сейчас тоже перед началом нашего разговора в эфире Денис мне показал увлекательное видео. Я прям, прям душа запела. Прекрасные виды. Потом я узнал, кому это все приближит, и повис такой вопрос в воздухе. Денис, расскажите, пожалуйста. Вы имеете на какое видео? Видео, которое сейчас появляется в интернете, которое в открытом доступе находится. Где чудный берег реки. Да, чудный берег. Чудный дом. Действительно, начальник аналогов по городу Кирова очень хороший вкус. Дом на берегу Вятки в Юрьянском районе имеет замечательное место расположения. Мы имеем в виду Ольгу Васильевну Кабакову, начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирова. Да, которая до недавнего времени была замначальника, которая как раз занимается выездными проверками. Значит, вся эта красота была выстроена в 2017 году. Ну, сейчас, я так понимаю, вопрос, соответствует ли данный дом доходам Ольги Васильевны и ее семьи. А тут надо уточнить, все-таки обязанности есть. Конечно, все депутаты, все чиновники, госслужащие должны, это они сейчас активно применяют к обычным гражданам, у которых нет обязанности сдавать, пока, по крайней мере, нет у нас закона, значит, сдавать декларации по расходам. Но у чиновников такая обязанность, конечно, есть, и я думаю, что после проведенной оценки данного дома, данного места, данной земельной участки, после независимой оценки, я думаю, что данные документы, наверное, будут рассматриваться в прокуратуре. И все-таки, я думаю, что в дальнейшем какие-то органы будут изучать этот вопрос. Потому что, ну, откуда у чиновника, начальника налоговой службы в городе, где загибается бизнес, где каждому насчитывают какие-то, ну, в том числе, там, обоснованные, необоснованные суммы. Это уже, как говорится, кто как отобьется, но откуда у нее берутся такие дома, пейзажи. И вот, например, у меня еще вопрос. Простите, по вашей оценке, с коллегами обсуждали, владение-то немалое, которое можно лицезрить на видео, дом хороший. Сколько, сколько, сколько это может стоить? Ну, я, честно говоря, не оценщик и не риэлтор, поэтому я, как бы, мне это сложно сказать. Но дорого, рядовому жителю недоступно. Я думаю, что да, на зарплату даже начальника налоговой инспекции вряд ли это возможно. Ну, будем надеяться, что, может, чиновникам разрешено заниматься преподавательской деятельностью, может быть, у Василина. Творческой. Да, творческой, может, она получает какие-то гонорары за написание книг, там, или ведет активную преподавательскую деятельность в вузах. Я думаю, что это все должны устанавливать, в том числе и какие-то правоохранительные органы, которые у нас занимаются коррупцией, чиновниками. Ну, подтвердиться, подтвердиться нет, нет. Ну, насколько я понимаю, практика в Первомайском суде уже такая была, по-моему, в том году, если мне память не изменяет, когда у налогового инспектора... Не смогла доказать происхождение имущества. Да, там дом был намного скромнее, не могла доказать происхождение имущества, и дом ушел в доход государства. Поэтому я, в том числе, как депутат Кировской городской думы, я буду внимательно следить за тем, что происходит, писать обращения. Мои коллеги тоже очень... То есть обращения были? Конечно. Вот это видео, опубликованное, не закончится? Конечно, конечно, нет. И это видео, которое мне также скинули, как и всем остальным, и мне оно уже пришло несколько раз, причем от других, даже не знающих друг друга людей, поэтому это видео активно ходит в городе Кирове среди, в том числе, предпринимателей, которые обсуждают, и очень интересное происхождение этого всего. Хорошо. А также мне интересен, допустим, вопрос, вот, насколько мне известно, это такая некая резиденция, куда каждый вечер начальника по сбору налогов доставляют служебный автомобиль, но все-таки... Начальник по сбору налогов это кто? Ну, Кабакова, я имею в виду. Мы об этой же персоне говорим, да? Да, то есть, интересно, доставляют автомобиль, но, насколько мне известно, все-таки начальник Кабакова, она по городу Кирову, что она делает каждый вечер и каждое утро в Юрленском районе, куда ездит служебный автомобиль, ну, я не знаю, является это нарушение, нет, но я думаю, что обязательно прокуратуру спросим, является ли это нарушением. В общем, будете писать официальную бумагу. Да, и таких, кстати, это, как бы, случаи не единичные, я думаю, что в ближайшее время мы еще увидим, когда некоторые инспекторы, видимо, надеясь на то, что они сдают сами себе декларации, в том числе, да, то есть они же отчитываются, в первую очередь, там, в налогу, там, в прокуратуру, надеясь, что на это никогда никто не обратит внимания, вот у нас еще есть несколько, как бы, случаев, которые, ну, вряд ли смогут подтвердить свои доходы, поэтому, я думаю, что... То есть у вас на прицеле еще? Ну, у меня на прицеле. Ну, не как, чтобы на прицеле, а в круге внимания. Поверьте, чтобы занимать и говорить, что мы, там, ну, надо, вот если идешь в чиновники, ну, на мой взгляд, идешь в чиновники для служения государству. Ну, если кто-то идет, там, для каких-то других целей, ну, конечно, должны быть. Я надеюсь, что Ольга Васильевна докажет происхождение, там, этих средств. Ну, поживем, увидим, как бы. Хорошо. Денис, нас, наш слушатель Анатолий возвращает нас к вопросу, с которого мы начали. Он спрашивает, почему вы так переживаете за Беклюка, который баллотируется от справедливой России, и не переживаете за кандидата от ЛДПР, который тоже идет на эти выборы? Так, так. Я не сторонник того, чтобы снимать кандидатов. Если по данному округу победит кандидат от ЛДПР... Ольга Павлова, мы, видимо, имеем в виду, тоже по 16-му округу. Я буду очень рад, но я считаю, что выборы должны быть честными, и они должны как-то, там, будь это Бекалюк, так же могла быть и кандидат от ЛДПР, точно так же могли дать какую-то справку. Я считаю, что в первую очередь должны остаться все кандидаты. И должны, вот вы знаете, участвовать в честных выборах, наверное, это мечта любого кандидата, кто когда-либо избирался и действительно был, так скажем, близок к победе. Потому что, ну, например, у меня есть избирательный опыт, и, честно говоря, вопросов и каких-то видеоисторий, которые там записаны на видео, там, телефоны, там, моих наблюдателей, там, и прочее. У меня, на самом деле, их полно, целый накопитель, там. Такой компромат. Ну, это не компромат, это, наверное, для истории, как у нас когда-то происходили выборы в стране, детям буду показать. Так, продолжаем наше общение. До перерыва буквально три минуты. Большую тему хочу поднять, о которой говорим мы много-много уже времени. Я напоминаю, что Денис возглавляет постоянную комиссию в Городоме по транспорту, ЖКХ, экологии, безопасности, жизнедеятельности. Это тема общественного транспорта, да, мы неоднократно уже говорили по этому вопросу в нашей студии. Новости сыплются буквально регулярно, и я имею в виду расследование городской контрольно-счетной палаты, да, 400 миллионов рублей АТП, убытков. Да, это огромные золотые парашюты в том числе, огромные зарплаты. Новое руководство сейчас, как известно, у АТП. И вот буквально новость последних дней, я имею в виду переговоры с белорусским автобусным заводом. Принято решение уже, что до конца года 100 новых автобусов у нас в городе появится. И буквально с первым зампредом областного правительства Александром Чуриным, мы тоже в нашей студии говорили на эту тему, он сказал, что будет речь, будет ставиться вопрос о создании некой единой транспортной компании, обслуживающей не только город Киров, но и межмуниципальные маршруты, чтобы это была мощная компания, которая может позволить себе как дотационные маршруты, так и развиваться здесь, в городе. У нас в этом вопросе есть полное понимание с городской администрацией, сказал. Александр Анатольевич, я думаю, что будет правильное направление. Это вот именно объединенная большая компания, и буду настаивать на таком развитии событий. Дайте оценку, пожалуйста. Я считаю, это правильная история, абсолютно. Я его поддерживаю в этом, потому что действительно у одних выгодные маршруты, у других нет, и кто-то получает там прибыли, сверхприбыли, а кто-то не знает, как этот же патс везти с концы концами, которые везут и обязаны везти там где-то там трех-четырех пассажиров, но они обязаны это делать, потому что должны выполнять вот эту, так скажем, догрузку социальную. Поэтому, когда все это, если перемешать, будет что-то среднее, и я думаю, что предприятие в любом случае станет прибыльным, и, так скажем, даже где-то какие-то убытки будут перекрываться за счет более выгодных маршрутов, и, так скажем, среднее будет взяло в плюс. Вы знаете, я каким еще вопросом задаюсь? Мы помним выводы, которые давала КСП по деятельности Департамента образования, да, городского департамента, и мы помним, что были убыски, новости, соответственно, это еще были. Потом расследование, ну, не расследование, а отчет контрольной счетной палаты по деятельности АТП, и как-то все шито-крыто получается, говорится. Почему никто головой, что называется, не отвечает за эти вещи? Где посадки имеете? Ну, не буду таким откровенным, конкретным, но, да, мысли, пожалуй, поэтому есть. Почему головой никто не отвечает за эти вещи? Я считаю, что у нас, как бы, все равно рано или поздно посадки по всем этим историям будут, потому что, ну, к сожалению, так устроена у нас вот эта вся система, что, ну, достаточно долго это все происходит, проверка, признание ущерба, но то, что сейчас у города позиция одна, чего раньше 10 лет не было при той администрации, что какой бы ущерб ни был, город не признавал ущерб и говорил, либо он несущественный, либо его там вообще он отсутствует, то сейчас позиция в администрации четкая, то есть, есть ущерб, значит, пишем заявление об ущербе. То есть, поэтому, ну, просто другой формат управления, другие люди, и поэтому, я считаю, все равно с такой позицией, ну, ты, кто же не верил в Парк Победы, что эта история поднимется и будет продолжаться, и черт... Ну, мы про Парк Победы, да, еще, условно, поговорим после небольшой рекламы, просто про автобусы еще хочу добить, ведь тема, ну, довольно такая весомая, 100 новых автобусов для города, вот, хотелось бы, чтобы это все прозрачно происходило, сколько мы денег на это тратим? Я думаю, что там прозрачности... Мы же часто слышим о том, когда такие закупки проходят, там что-то не совсем чисто бывает. Ну, прозрачности... Увы, ну, увы, но практика такова, там, по всей России. Насколько мне известно, автобусы покупаются в лизинг, они покупаются через веб-лизинг, то есть, это, ну, все равно, сама лизинговая компания при банке, банк с участием государства... Ну, лизинг, это такая форма, напоминаем, когда ты берешь, пользуешься, потом можно вернуть, потом можно вернуть, да? Ну, как вернуть, то есть, лизинговая компания не в восторге будет, если вы им вернете, но... Убитые? Да, убитые автобусы, но я думаю, что город в состоянии будет выплатить, потому что все эти частные полугнилые пазики, чадящие, которые принадлежат частникам, там, где-то механикам, где-то замам АТП, где-то еще что-то, ну, такая система была при бывшем руководстве АТП выстроена, у каждого, там, были два, три, пять своих автобусов, то сейчас они все уйдут в небытие, и люди будут ездить на новых автобусах, и те же самые деньги будут уходить не за оплату, там, перевозки, там, на гнилых пазиках, а на погашение лизинга, а лизинг, он берется через, значит, через веб-лизинг, и это сама лизинговая компания при банке, поэтому бан с государственным участием, поэтому думать, что там кто-то что-то понесет какой-то там чемодан, ну, мне кажется, это где-то история, то есть, наоборот, мне кажется, здесь преследуются исключительные благие цели, здесь, насколько мне известно, МАС на базе АТП хочет сделать дилерский центр, это тоже некие дополнительные... То есть, свое обслуживание? Свое обслуживание, да, то есть, там, могут какую-то технику там еще брать на обслуживание, то есть, еще зарабатывать, поэтому я думаю, что руководство города, ну, сейчас именно достроено до развития АТП, на развитие, в том числе, ну, в первую очередь, чтобы развивать АТП, нужны, безусловно, новые автобусы, невозможно развивать там, от забора отрывать там старые пазики, заваривать их, красить и говорить, мы развиваем АТП, но в любом случае нужен какой-то толчок, да, он, безусловно, на мой взгляд, тяжелый, мы это проговаривали, что потянет ли такую нагрузку АТП, ну, нас уверяют, что это все будет... Да, вот еще поясните, пожалуйста, Денис, когда появились эти выводы, контрольные счетные палаты по поводу АТП, вот эти 400 миллионов рублей убытков, и, в частности, претензии там были к тому, что несколько, три, по-моему, да, автобуса оснащены подъемниками для инвалидов, два из них были изначально демонтированы, третий там не работал, и новый руководитель АТП заявил, что мы за свой счет закупим. Автобусы, вот с этими подъемными, как так? Огромные, за чей счет? За счет городской казны? Нет, АТП, оно акционерное общество, то есть там стопроцентный собственник, значит, город, муниципалитет, соответственно, они, как любой коммерческий, хозяйственный субъект, также получают прибыль, и они вполне способны зарабатывать, и там речь идет даже не о закупке этих автобусов, а восстановить именно эти подъемники, потому что непонятно для чего предыдущее руководство закупает эти автобусы, и так как они у них замерзают зимой, они их просто ничего умнее не придумали, как просто взять и снять. Болгарашку взять и отпилить? Да, вот как-то так. То есть зачем это происходило, зачем-то их было вообще закупать именно с этим подъемником. Ну, помните, как история с подъемным механизмом в подземном пешеходном переходе, тоже проверка прошла и выяснилось, что деньги потрачены, а ничего не работает? Мы приходили на социальную комиссию, вот эту историю могу пояснить. Нам приходило председатель организации инвалидов, общества инвалидов, да, и он говорил, что нет случаев, чтобы вот этим подъемником на Ленина кто-то воспользовался. Во-первых, он уже и не работает, и он как-то закрыт, и вот мне кажется, вот эта вся конструкция, которая на Ленина, она... Я имею в виду надземный пешеходный переход в Чижах. Она, наверное, хороша на МКАДе, когда там нет шансов перейти, там все равно тебя собьют, и ты так или иначе вынужден подниматься по этим лестникам. Но, досколько мне известно, в Чижах как бегали через дорогу, так и бегают. Да, я согласен, я лично видел. Это давно был там военно. Поэтому я считаю, что это тоже было неэффективное использование средств, в которых, ну, безусловно, тоже надо разбираться, почему-то по решению. Реклама у нас сейчас небольшая. Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы. Мы продолжим очень скоро. Денис Ерохин в нашей студии, депутат Кировской городской думы, представитель постоянной комиссии Городумы по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности, жизнедеятельности. Давайте последние новости по Парку Победы. Вы их комментируете. Ну, во-первых, это обыски, официальное заявление Следственного управления, Следственного комитета, что обыски были, документы искались и так далее и тому подобное. Ну, и не могу не сказать о том, что наши коллеги из издания репортеров позвонили человеку, которого чаще всего, наверное, упоминают, при словосочетании Парк Победы, имеется в виду Владимир Быков, экс-глава города Кирова. Я вам цитирую, что он заявил наших коллегам, Следственный комитет ведет расследование, разберется и поставит жирную точку. Но потом добавил, или вначале он добавил, что будет комментировать что-то, возможно, после возвращения своего из отпуска. Ну, вот, собственно, да. Слов немного. Ну, я... Как идет дело, довольны ли вы? Нет. Я доволен, безусловно, то, что происходит по Парку Победы, потому что, когда снова эта история начиналась в январе месяце, то есть у всех жителей города был некий пессимизм. И только благодаря, в том числе, и, я считаю, что тут и областной и городской власти, что позиция такая, что вернуть Парк, что было написано заявление о причинении ущерба городу, только благодаря этому, в принципе, и возбуждено уголовное дело по 159-й. Это мошенничество, группа лиц в особо крупном размере и так далее. То, что там возбуждено по факту, я тоже прекрасно понимаю, хотя многие переживают. И вот избиратели меня, многие спрашивают, а почему именно по факту, всем же известно. А вот скажите мне тоже, да, скажите, мы, вот, по вашему прогнозу, все-таки наступит время, когда в отношении конкретного лица будет предъявлено? Я думаю, что... Когда зазвучат конкретные фамилии уже в этом деле. Это будет не одно лицо, то есть это будет, безусловно, несколько человек, потому что невозможно, значит, невозможно украсть Парк Победы одному. То есть там действительно же очень много было и процедур, и сделано каких-то там переведения, понижение кадастровой стоимости и так далее. То есть я думаю, что, по моим ощущениям и прогнозам, я считаю, что человек 5-6 мы должны увидеть на скамье подсудимых, ну, может, там, человека 3-4 мы должны увидеть, ну, все-таки арестован. Вот мне почему-то кажется так, но это мое вот такое мнение, и, безусловно, то есть мы же все понимаем, кто выгодоприобретатель, и говорить о том, что, вы знаете, я был глава города, я там не подписывал, я не участвовал и поставил жирную точку. Я вот к этим словам насчет жирной точки присоединяюсь к Владимиру Васильевичу и все-таки надеюсь, что Следственный комитет поставит жирную точку и арестует, наконец, в том числе его. Потому что, ну, продать то, что там сделано годами, и то, что действительно это, ну, для всех кировчан святое место, особенно там, ну, мы же всю историю знаем этого парка Победы, потому что там все ушли на фронт, и там большая часть из них не вернулась. Поэтому и при этом стоять у Стеллы, надев там форму, там, военкоматовского генерала, и говорить, что, там, поздравлять с праздником, ну, мне кажется, это что-то должно быть сверх такое, какое-то лицемерие, сверх кощунство, и, ну, который утверждал, в том числе и в СМИ, что там никогда не будет никакого строительства, никогда не будет никаких пробных земель, там исключительно будут спортивные объекты. Ну, ну, вот зачем? Зачем это все врать, и при этом, видите, жирную точку? Это какая-то сверхсамоуверенность, это безнаказанность на протяжении 10 лет, который понимал, что 10 лет, вот они таким занимались, в том числе во всех мупах, которые мы сейчас поднимаем и смотрим, там везде какая-то, ну, везде непрозрачность. Говорить о этой прозрачности, ну, я могу только то, что я вижу, да, а я думаю, что жирную точку как раз, он тут абсолютно прав, будет ставить исключительно следственный комитет и жирная точка, и следующий комментарий, я надеюсь, что он будет нам давать либо в суде, либо, ну, еще в каких-то там пестах, потому что, ну, по крайней мере, это должно произойти, потому что, вот мэр в Дагестане, мэр Пахачкалы сидит, но он продавал не парк Победы, он продавал обычные земельные участки и не за 338 тысяч, а там какие-то миллионы были, я сейчас не помню сколько, но, тем не менее, а у нас за 338 тысяч человек продал, и потом, ну, насколько там официальная сумма звучит, 120 миллионов перепродал, ну, мы о чем говорим, что это, мы какие-то, какие-то суперудачные бизнесмены, ну, понятно, что это нет, это самое, что ни на есть ущерб городу и самое, что ни на есть воровство земли, вот, моя, в моем мнении, другого, я считаю, что тут нет. Так, пара минут остается до конца нашей беседы, вот еще о чем хочу спросить, Денис, мы готовимся к первому урбанистическому форуму, первому в Кирове, в октябре он должен пройти, не так давно, вы прекрасно знаете, приезжал городостроитель Санкт-Петербург, да, Александр Каилыгин, ну, там много очень новостей по поводу этой встречи, поступало из встречи с первыми лицами города, области и так далее, вот во время прогулки по городу губернатор Игорь Васильев сказал, что было бы хорошо, если бы за дело по гоустройству общественных территорий, зон отдыха обзывался бизнес, вот мы начинали с вами, да, там про науки, про конкретного человека науки, там говорили, что изнывает бизнес кировский, от всевозможных сборов, от контроля и так далее, а вот глава региона надеется, что бизнесу надо бы участвовать, вот ваш взгляд, как человека делового, все-таки, я считаю, что губернатор, безусловно, прав, что бизнес должен участвовать минимум в тех местах, где он находится, то есть это какие-то прилегающие магазины, офисы, территории, может какой-то сквер сделать и так далее, вот по этим же, вот стесеным домам, которые у нас сто участков, у нас при предыдущей власти превратились в помойку, вот как раз, вот в том числе, может быть, на их месте сделать какие-то скверики, там парки, стоянки, парковки, может какие-то магазинчики, кафешки летние и так далее, бизнес ко всему этому готов, просто бизнесу надо давать возможность работать, не душить их бесконечными проверками, не говорить о том, что любой предприниматель, там жулик, который там пытается уйти, ну это минимум неправильно и до бесконечности выдаивать бизнес невозможно, а на самом деле, если к бизнесу относиться, нормально, там как-то быть с ним в диалоге по любым вещам, даже если он что-то, что-то есть, какие-то претензии, все эти претензии, ну по крайней мере, минимум там обсуждать, предъявлять как-то устно, а не там еще что-то, то я считаю, что бизнес в стародостях у нас сделает очень много хороших дел, у нас есть предприниматели живые, энергичные в городе, Кира вообще активна в этом плане, и если посмотреть, сколько кировских в других регионах добились какого-то успеха, на самом деле, даже вот сколько я знаю людей, которые сейчас уже в других регионах проживают из Кирова, ну достаточно успешные бизнесмены. Именно там предпринимательские, да, предпринимательские стези, поэтому я считаю, что у нас замечательные люди, активные, достаточно хозяйственные, и поэтому, если будет диалог, будет к ним нормальное отношение, то я считаю, что они с радостью будут сами просить, сами предлагать и сами что-то делать, поэтому вот мое мнение. Спасибо, на этом истекает время нашей беседы, Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы, всего доброго, до свидания. Всего доброго.